Смотрите прямо сейчас. Заложники государства российского. Мать и семеро детей. За что она под арестом, а малышей грозят забрать? Маму, когда ее забирали, она кормила грудью свою двухмеченную Кассандру. По ту сторону войны. Без бумажки ты букашка. Перепускиваны для того, чтобы перетонаты линии соприкосновения. Черная торговля на государственной границе. Челнокам война не помеха. Все бутылки перцовки и бутылка оливкового масла, это просто ничтожные крови по сравнению с ними объемные товары, которые каждый день прогоняют на электричках через границу. Все о чем говорят и спорят прямо сейчас. Подробности в неделе. Вечер добрый. Это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Итак, главные темы. Что происходит на фронте и почему опять не договорились беженцы? И почему те, кто не хотят ними становиться, сейчас, по сути, оказались в гетто, откуда не выбраться? Россия, где мать семи детей арестовали. Не поверите, за один только звонок в украинское посольство. Вот наш корреспондент прямо сейчас там он встречается с семьей. Ну а еще, почему в Украине до сих пор засилье российских товаров? И почему советника украинского правительства разыскивает Интерпол? Вот о чем будем говорить сегодня. Ну а начнем, начнем с минских переговоров. Там планировали подписать договор из трех пунктов. Прекратить огонь, отвести тяжелое вооружение и разграничить линию конфликта. Но мира пока не будет. Минская встреча сорвалась. Хотя за закрытыми дверями общались более четырех часов. Леонид Кучма заявил, что представители террористов, ушелин и ДНК, потребовали от украинской стороны одностороннего прекращения огня. И даже угрожали. Угрожали полномасштабной войной. После чего первыми покинули заседание. И в ОБСЕ нам тоже подтвердили, что боевики не были готовы даже к обсуждению этого плана. Почему все-таки встреча оказалась нерезультативной? Да, проходите, пожалуйста, к нам гость подъехал в студию. С ним мы поговорим. Дмитрий Кулева, посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Украины. Витаю те, кто еще пришли. Так, главное вопрос, которое у нас, у всех, кто нас сейчас смотрит. А чему не склалася ця зустріч? Чему не подписали чергове? Не склалася, потому что вкотре ДНР и ЛНР, которые были на ней присутствием, и, власне, мали гарантовать результат, фактически они шляхом саботажа. Сначала не приехали лидеры ДНР, ЛНР, Захарченко и Плантницкий, а потом уже шляхом своей поведенки подчас зустрічей зірвали домогленности, которые были попередньо досягнуты. А че правда, что они, как Леонид Данилович сказал, шантажовали великою войной? И что они имеют вообще на это возможность? Чи это лев? Ну, сложно ставить под сумминь слова Леонид Даниловича Кучми, нашего колишнего президента, но действительно три ключевых позиции, которые озвучили представители этих террористических организаций, они не соответствуют жидким домогленностям. И главное, они спрямованы на руйнувание тех механизмов и этих домогленностей. Первое и главное, они хотели, чтобы лінія размежевания проходила по лініи, фактически, которая существует сейчас. А это позиция Российской Федерации, которую Володимир Путин официально висловил в своем листе Петру Порошенко 15 сечня. Другое, они хотели, чтобы Украина в одностороннему порядку припинила вогонь. И третье, они, звичайно, наполягали на том, что будут рухатись вперед, и ничего их не может остановить, потому что они имеют безмежную силу. Дмитрий, я вам честно скажу, у нас была информация просто среди переговоров, и те люди, которые ехали, они говорили нам, что, в принципе, они очень сподеваются, они щиро сподевались на то, что документ вчера будет подписан. И что, ну, действительно, сегодня с утра уже на фронте, в Украине, там, на Донбассе будет абсолютно другая ситуация. Я вас могу честно спросить? А что это за игра? Кто с нами играется? В какую игру? Почему сейчас это взорвано? Какой план за этим стоит? Что дальше? Я вам честно скажу, что если брать все элементы пазла в одну картинку, начито с вересня прошлого года, того, как развивался Минский процесс, то можно констатовать, что на данный момент террористы просулают лінію Российской Федерации, а сама Российская Федерация трохи пошла в бік. То есть они там в Москве пишут сценарий, они его отпускают? Да, абсолютно. И могу также подтвердить ваши слова, что мы тоже рассчитывали на достижение этого результата. И тот факт, что все, наконец, полетели в направление Минского, мы рассчитывали очень позитивно и ждали, что результат будет, потому что кровь нужно остановить. Очевидно, что не все хотят остановить кровь. Если быть максимально корректным, то представители ДНР и ЛНР, которые поддерживают Российской Федерации, за спиной которых стоит Россия, фактически пытаются разрушить Минские договоренности. То есть им это еще не удалось, но они пытаются это сделать. По сути, они говорят такую циничную фразу. Они говорят, что мы готовы оставить Минские договоренности, мы готовы выполнять Минские договоренности за умови, если они будут изменены на нашу пользу. Но это непрепустимо. Окей, я готовы играть с вами в какую-то игру, если правила будут на моем бою. Абсолютно, да. И причем я имею постоянное право изменять эти правила на свою пользу. Вы знаете, когда Минские договоренности не произошло, у многих, у меня лично, тоже было выражение, ну а что дальше? Ну така разгубленность, певно. Ну что, дальше война? Нет. Далее я хочу заповнивать вас и товарищей, что двери дипломатии еще не закончились. То есть дипломатии продолжают работать. Очевидно, что позитивным моментом этого проваленного заседания группы в Минске стало то, что впервые ДНР и ЛНР абсолютно открыто продемонстрировали свои небожания и выполнить Минские договоренности. Это побачивший весь мир. И заявы ОБСЄ, которую вы сгадали, заявы сербского головования, в которой четко ответственность за взрыв переговоров, укладена на Сербии, показала, что в свете есть такое понимание. Дмитрий, вы мне скажите, наш план сейчас в чем полягает? Ну, буксует, буксует Минск, буксует, буксует. Мы видим, что они хотят, они взрывают. Как будет действовать президент, как будет действовать государство? Буквально на следующий месяц будет очень серьезный международный заход, конференция о вопросах безопасности в Минхене, где будут присутствовать главы урядов европейских и ожидается вец-президент США Байден. Там наш президент проведет несколько серьезных разговоров. И я уверен, что мы разом с нашими партнерами международными, с урахованием этой встречи в Минске, вирубим низкую черговых кроков, метою которых, очень простая речь, повернуть всех до выполнения минских договоров, выполнять их и вернуть мир в Украину. Я вас правильно почувствовал, что для света это будет просто, ну, короткое запитание, короткая ответственность, что для света это будет еще один сигнал, что нужно как-то по-другому дойти, если так. Свет уже зрозумев, что нужны новые кроки, что не можно. После Мариуполь был очень серьезным ударом в этом плане. Из ревминских договоров это тоже очень серьезный сигнал. Свет должен действовать. Я вам благодарен за щиру разговоры. Ну, не часто дипломаты являются щирыми. Ну, конечно, пытаются быть дипломатичными. Нам важно было от вас сегодня почути эти ответы. Дякую, что были в студии. Давайте узнаем, что происходит на линии фронта. Там, где шли бои и насколько они были серьезными. Вениамин Трубачев, наш военный корреспондент, следит за ситуацией. Дайте связь, пожалуйста. Вениамин, какие новости, что происходит? Да, Дмитрий, добавлю, что, похоже, здесь, на Донбассе, никто так и ничего не ждал от минских встреч. По крайней мере, бои за эти сутки не утихали ни на минуту. Ситуация на фронте, как говорят, военная стабильно сложная. Практически по всем направлениям идут боестолкновения. И вот самые последние данные, что за прошедшие сутки в Луганской области обстрелом подверглась непосредственно станица Луганская. Счастье и Золотое. Там, к сожалению, есть жертвы, двое мирных жителей. Также ежедневные бомбежки в Попасной. В городе снова серьезные разрушения. И как минимум один мирный житель был убит. И военные говорят, что, судя по действиям сейчас террористов, те пытаются выбить украинские силы за реку Северский Донецк. Они хотят забрать Северский Донецк и по этому сделать границу. Она же полностью идет в Бахмутском шляхе от счастья. И прямо сюда, вот эта зеленка, она идет уже сюда, до Лисичанск. Но я думаю, не прорутся они. И дадим, будем до последнего за них бороться. Сложная ситуация сейчас и в Донецкой области. Боевики не прекращают штурмовать Дебальцевский плацдарм. Практически круглосуточно обстреливается, не быстрее с носа. Сам город Дебальцево и позиции украинских войск вокруг. И вот по информации бойцов на передовой террористы контролируют значительную часть города Углегорск. Вблизи этого населенного пункта продолжаются бои. Регулярно снаряды боевиков прилетают и в поселки Мироновский, и Луганское. И ближайший город Светлодарск. Вот вблизи Донецка боевики из артиллерии и Градов обстреливают поселок Пески, Авдеевку и Марьинку. Идут бои в направлении Мариуполя. Причем террористы не разбираются и не разбираясь стреляют и по мирным жителями, и по военными. И даже по каретам скорой помощи, которые вывозят с поля боя раненых. По всей линии фронта украинская артиллерия ведет ответный огонь. Также продолжается укрепление опорных пунктов. И то, что я наблюдаю здесь лично всю неделю, на передовую идут колонны танков, БМП, БТРов. Это, судя по всему, подкрепление. Это самая свежая информация. Спасибо большое, Вениамин Трубачев был с нами на связи. Я видел, что гость подъехал. Проходите, пожалуйста, в студию. Рад вас видеть. Илья Лысенко, менеджер группы экстренной медицинской службы «Хоттабыч». Так мне написали представить, но на самом деле волонтер, человек, который помогает нашим ребятам. Спасибо большое, что подъехали. А еще рассказываю, что человек, борода которого каким-то волшебным свойством на фронте обладает. Ну, ладно, нет, не знаю, кроме шуток или действительно ребята так считают? Все волосины на моем теле, они, в общем-то, волшебны. Можете подвергать любую. Желание сбудется. Но если шуткой отбросить, мы собрались сегодня обсудить вопросы нешуточные. Пожалуй, к этому приступим. Ну, да вы знаете, я просто там, когда с нашими военкорами говорю, вот именно такой какой-то юмор небольшой все-таки позволяет держаться. Потому что нельзя быть в свое время серьезными, когда страшные вещи происходят. Ладно, давайте серьезно, действительно. Что вы думаете о срыве переговоров в Минске? И чего дальше ждать, по-вашему? Ну, давайте, пожалуйста, сначала начнем с того, с кем мы договариваемся и кто представляет нашу сторону. Самое интересное. В общем, заметьте, я не политик. И, в общем-то, я больше гражданин. И, в общем-то, здесь в студии представляю свое личное мнение, свою личную позицию как гражданина, как патриота. Поэтому начну с того, с кем мы договариваемся. Неужели в мировой практике вообще есть такое договариваться с террористами? Если мы сейчас говорим о том, что террористы обстреляли, террористы нападают, террористы атакуют. И в данном случае мы ведем, получается, переговоры с террористами, соглашаясь, либо обсуждая их трактовки тех или иных позиций. И еще один момент. Кто ведет с нашей стороны переговоры? Кто такой господин Кучма на сегодняшний день? Он является представителем нашей власти, нашего государства? Кто он в нашем государстве? Смотрите, у меня два контраргумента есть, которые есть у многих людей. Во-первых, по поводу переговоров. Даже с Хамасом Израиль ведет переговоры, потому что он вынужден это делать. А с другой стороны, давайте представим, что эти переговоры... В Минск поехал бы кто-то из МИДа. Наш собеседник, который был только что в студии. Это означало бы наверняка признать ДНР и ЛНР, на что Украина не может пойти. То есть вот такой вот неопределенный статус, может быть, он и позволяет маневрировать? Может быть, и позволяет маневрировать. Но позволяет маневрировать, скорее всего, людей, которые договариваются отчетом, о чем-то вообще получается за официальной точкой украинского правительства, мнением украинского правительства. Я так понимаю. Но кто такой Кучма? Он представляет правительство? Где его полномочия начинаются и где его заканчиваются? Представлять правительство Украины, представлять государство Украины, представлять народ Украины. Хороший вопрос. Будет кто-то из правительства, вот я обязательно задам. А вы мне лучше скажите, а вы как бы действовали? Я затрудняюсь с этим. Я опять-таки гражданин, а не политик. Но я в любом случае утверждал и буду утверждать, что всегда начинается все с личности, и личность всегда и заканчивается. По большому счету война выигрывается, во-первых, экономически, во-вторых, война выигрывается, когда есть личность, которая берет на себя ответственность поставить задачу всей стране, чем должна закончиться эта война. Если мы посмотрим на Великую Отечественную войну, Сталин при всем, скажем так, моем спорном уважении к нему как правителю, но при этом я всегда утверждал, что это сильная личность, и в данном случае я разговариваю с ним о нем, говорю как о личности, он сказал, что вся страна должна объединиться в победе с врагом, и война должна закончиться постановкой флага над Рейстаком. Где господин наш президент сказал, что должна закончиться война? Он ничего не говорит. Но при этом, посмотрите, ДНР и ЛНР утверждают, что война должна закончиться границами Донецкой и Луганской республики. Лея, мы продолжим с вами. Мне говорят, что сейчас Мариуполь появился на связи, узнаем, какая там ситуация. Дорогой мой город готов послушать. Да, буду рад поговорить с вами. У нас есть Мариуполь на связи. Дайте картинку, пожалуйста. Что происходит на мариупольском направлении, мы должны узнать от пресс-офицера сектора М в зоне АТО Дмитрия Чалова. Вот он должен у нас быть на прямой связи. Да, вижу. Дмитрий, вечер добрый. Мы переживаем за то, что происходит в Мариуполе. Вот только что общались с Донецком, с нашим корреспондентом. Он говорил о том, что возможно нападение на Мариуполь. Как вы готовитесь? Какая у вас ситуация? Сейчас ситуация стабильно напружена. Постойно триваются обстрелы в позиции украинских службовцев. Каждый день около 5-7 раз обстреливаются. Сегодня также было зафиксировано около 5 обстрелов, которые вели по районам населениях пунктов. Вот. Ну, за данными разведки, на территории, которая не подконтрольна на разе нам, есть скупчение техники противника и живой силы. Однако писько службовцы находятся на своих местах. Никто отступать не собирается. В разе чего мы сможем дать опер. Дмитрий, скажите, а вот насколько серьезная угроза нападения на Мариуполь? Какая есть информация? То есть я не хочу никого пугать, но просто чтобы понимать ситуацию. Ну, пока еще нет информации. Можливый, да, такой развиток подъек. Ну, пока еще, слава Богу, нападу не маем на разе. Спасибо большое. Пока еще ведутся обстрелы по нашим позициям есть. Спасибо, что были на связи. Ну, вот такая ситуация в Мариуполе. Мы просто Мариуполь не могли не упомянуть и не включить. Скажите, а вот по вашей деятельности, насколько готовы, насколько обеспечены сейчас наши ребята? Мы много об этом говорили, о том, что там вся осень, прошла вся зима, но вот все уже холода, но уже такой дедлайн. Во-первых, что там на фронте? Во-первых, что значит наша деятельность? Наш благотворительный фонд, когда-то я начинал как отдельный экипаж скорой помощи, экипаж «Хаттабыч», на сегодняшний день это уже благотворительная такая организация, благотворительный фонд. На сегодняшний день в зоне АТО работает, сейчас, вот именно в этот момент занимается эвакуацией раненых. Прямо сейчас три экипажа. Два из них в районе Дебальцево, один в районе Водяной-Опески, в той зоне. Несколько машин находятся в ремонте, несколько машин готовятся, подготавливаются на выезд. Ну, насколько мы готовы? Если раньше я говорил, что мне не хватает медиков, на сегодняшний день я утверждаю, что мне не хватает просто честных, порядочных граждан Украины, которые готовы пойти в зону АТО, работать не на войну, а на мир, на то, чтобы спасать людей, дать шанс быть здоровым нашим бойцам. И мне не хватает таких людей, это на самом деле, кроме медиков. Ну и, конечно, основная проблема – это средства, потому что я столкнулся, люди жалуются на зубную боль. Возникла идея создать машину, которая будет стоматологией, двигаться по блокпостам, недалеко останавливаясь, давать возможность не просто устранить боль, либо вырвать зуб, а полноценно по-европейски отремонтировать зубы нашим бойцам. Чтобы они пришли с войны в мир с хорошими зубами и сказали спасибо за то, что за ними ухаживали. Сейчас еще один проект – собираем машину, которая будет небольшая хирургия. Но, опять-таки, это спорный вопрос называть это все хирургией. Ну и не забываем о том, что все-таки у нас на передовой находится на сегодняшний день Майдадыр, который призван для того, чтобы дать возможность бойцам принять эту нормальную русскую баню. Теперь я ее называю украинскую баню. Передвижная баня такая? Да, это передвижная баня, полноценная, лучше, чем у многих дома. Баня с двумя душевыми, с возможностью постираться, постричься. Потому что гигиена и зубная боль – это две проблемы, которые у меня, как дамоклов меч. Человек должен быть всегда чистый и опрятный. И человек должен не жаловаться на свои зубы, иначе он не боец просто. Ну, видите, как медицинская помощь – это не только хирургия, не только какие-то перевязки, которые нужны, не только экстренное состояние, но и ваша помощь. Спасибо большое, спасибо, что были в студии. Жалко, что мало было в студии. Рады вам. До встречи. Война. Война состоит не только из боев, война – это и судьбы мирных жителей. Вот многие сейчас бегут из своих домов, тысячи ранены, тысячи погибли. Что сейчас происходит в зоне АТО? Что с этими людьми, которые не имеют прямого отношения ни к одной из сторон войны? Вот сколько людей каждый день бегут из Луганска и Донецка? Мой коллега Сергей Кудимов разбирался в этой ситуации. Дайте связь, пожалуйста. Сереж, скажи, пожалуйста, а каковы цифры? Как много людей покидают сейчас, сегодня, в эти минуты, Луганский и Донецк? Здравствуйте, Дмитрий. Массовая эвакуация – это вот, что сейчас происходит в Донецкой и Луганской областях. Речь идет, прежде всего, о линии фронта, о линии, так называемого, соприкосновения наших военных с боевиками. Тысяча беженцев только из одной Авдеевки и Дебальцева – это данные премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Но на самом-то деле цифры в разы больше. Ведь статистика не учитывает беженцев, которые покидают города на своем транспорте с помощью волонтеров. Вот последние несколько дней мы находились в зоне АТО, возле Дебальцева, и видели колонны автомобилей с белыми ленточками, с табличками «Дети». Видели матерей с грудничками, с детьми дошкольного и школьного возрастов. Они напуганы, ведь они не просто покидают привычный уклад жизни, они, собственно говоря, еще и рискуют своей жизнью и жизнью своих детей. Сегодня в Дебальцево обстреляли один из таких автобусов. К счастью, без жертв есть легко раненые. Так, проходите туда, в тот такой автобус, векарно. Потихонечку загружаемся. Девочки, войдите. Давайте я помогу, давайте. Давайте я помогу. Сергей, а вот для этих людей что безопаснее, все-таки оставаться на месте или уезжать, так как они сейчас делают? Ну, я думаю, каждый из них волен принимать свое решение. Но выбор, скажем так, между чистым небом и подвалом, в котором приходится находиться постоянно под звуки канонады. Ситуация в том же Дебальцево, на самом-то деле, очень критическая. Там уже давно нет света, нет воды, нет обогрева. Люди, как в пещерные времена, готовят пищу, готовят еду на костре, опять же, под звуки, под залпы тяжелых орудий. Сваха моя приехала из Тома, у меня она пешком оттуда ползла. Разве это хорошо? Дом разбомбили, я же не знаю, что делать. И людей всех выселяют. Если 10-15 минут есть, это хорошо. Вылез, попил, там что-то перекусил, где-то колонки набрал, в туалет сходил и обратно в подвал, потому что невозможно. Бои не прекращаются. В Дебальцево, может быть, процентов 10, это те люди, которые не могут выехать. Но из-за того, что нет связи, не могут созвониться и выехать в воду. Не только из Дебальцево не могут выехать местные жители, но и из соседних деревень. Не выезжают они ни из-за того, что не хотят, просто некуда или не за что. И, к тому же, как я уже говорил, дорога жизни из Дебальцево в Артемовск, она постоянно обстреливается боевиками. Мы стали свидетелем одного из такого обстрелов. Речь идет о поселке Луганское. Здесь, кстати, тоже выживают. Здесь все точно так же, как в Дебальцево. Нет света, нет тепла. Здесь разрушена инфраструктура. Недавно разбомбили больницу, школу, детсад. Не работают магазины, совершенно не работают магазины. Есть за последние сутки погибшие. И вот мы стали свидетелями, собственно говоря, такой апокалистической картинки. Дети, вдумайтесь, дети распилили дерево, которое, собственно говоря, было повалено взрывом, чтобы хоть как-то согреться, чтобы у них была возможность приготовить пищу. Но я предлагаю послушать и посмотреть на этих людей. Ну, надо обогреваться. Часто будет. Это нормально. Вчера бабку, внучку и мука шли через это самое черное кладбище, тут в лаганке. Ну, разорвался. Откуда стреляют? С какой стороны? С этого, с Легорска. У кого есть квартира в Мироновке, они поухадили. То есть здесь остались люди, которым просто не поднялись? Да, 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 да. Ну, одна. А там у них вот деревья подбили. Такая же, как на улице где-то. А вот это вот, это у него, когда хуйня. Это вчера. Если бы дом досталось, хуйня. Сергей, у меня еще один вопрос. Что с пропусками в зону АТО? Вот больная тема. На этой неделе очень много людей об этом говорили, что невозможно попасть в зону АТО только потому, что пропуск невозможно получить, даже если очень нужно. Ну, у нас есть информация о коррозитационном центре, который выдает пропуска в зону АТО касательно Дебальцево. То есть в связи с ситуацией, которая сейчас там сложилась, в связи с обстрелами, этот центр переехал из Дебальцево в Артемовск. И я напомню, что получить эти пропуска могут те, у кого проживают, кто имеет свое жилье на оккупированной территории, или же там проживают родственники, либо захоронены их близкие. Было принято порядка десь 3-4 тысяч заяв. Тут уже в Артемовске мы приняли порядка десь 2 тысяч. Ну, еще одна новость. Вы знаете, что на днях были жертвы в Донецке возле ДК Куйбышева. Так вот, гуманитарный фонд Рината Ахмедова выражает свое соболезнование родственникам погибших. Он готов всячески помогать им и призывает стороны конфликта сесть за стол переговоров. У нас пока вся информация. Дмитрий. Спасибо, Сергей Кудимов. И есть еще одна информация. Она буквально только что появилась. По дороге из Дебальцево в Артемовск были обстреляны два автобуса с людьми, которых эвакуировали из Дебальцево. Ранены. Ранены минимум 12 человек. Вечер добрый. Проходите, пожалуйста. У нас гость еще один есть. Алексей Лябчин, народный депутат. Вечер добрый. Вечер добрый. Вы знаете, я хотел бы поговорить с вами. И мы обязательно... Ну, я задам этот вопрос по поводу вот тех встреч, которые у вас были на этой неделе. О них не писали, о них мало говорили. Я надеюсь, что вы поделитесь какими-то эксклюзивными деталями, но просто не могу, зная, что вы сам выходец из Донецкой области. Что вы думаете о ситуации? В чем основная проблема сейчас? Как вам это видится? Ну, вы знаете, я сейчас стараюсь телевизора как можно меньше смотреть, потому что из-за таких сюжетов, как только ты посмотришь такие кадры, у тебя все мысли, ну, не о работе, ни о чем, а просто о том, как помочь этим людям. И действительно, мне кажется, что та стратегия, которая выбрана властями по защите территории и территории, чтобы линию фронта стабилизировать, чтобы эта угроза не расползалась на всю Украину, она правильная. Но мне кажется, если бы мы думали больше и о людях, в том числе... Но это вечер спор. Мы боремся за территорию или мы за людей боремся? Мне кажется, нужно совмещать. Мы слышали волонтеры, как рассказывал о том, что они думают и о бойцах, и о тех людях. Я хочу поблагодарить тем военнослужащим, тем волонтерам, которые рискуют свою жизнь и вывозят людей, вывозят украинских людей на территорию, которая под контроль на Киеву, помогают им. Это действительно, это большой риск, и на этом, можно сказать, и держится наше государство, на взаимопомощи. Мне кажется, что общество сейчас и люди готовы действовать гораздо решительно, чем власть, и нам нужно многому учиться еще у гражданской общества. А вот ваши знакомые, ваши друзья, они все выбрались или там еще кто-то остается? У меня очень много знакомых, которые остались там по разным причинам. У кого-то небольшой бизнес, у кого-то просто родители престарелые, за которыми они присматривают и понимают, что они их просто никак физически не могут вытащить. Например, сегодня один знакомый пытался выехать с территории оккупированной, на неоккупированную территорию в Славянск. Вчера он это сделал беспрятственно, сегодня его завернули, и вот эта система, которая действует, как я говорю, возможно, она и правильная, хоть и в мирное время это была бы дикость, да, возможно, она и правильно предупреждать террористическую угрозу, предупреждать тех бояков, которые сейчас делают теракты в Одессе, Запорожье. Но мне кажется, и я говорю об этом своими коллегами в парламенте во вторник на сессии, что давайте подумаем, ведь столько международного опыта, давайте ведем какие-то электронные, давайте по интернету заявки отправлять, давайте организовать дополнительные штабы в Киеве, например, потому что приехать, например, из Киева в Константиновку, потом на автобусе приехать в Донецк, ты планируешь эту операцию, ты покупаешь билеты, ты не знаешь, сколько ты ждешь, сколько ты проедешь, пропустят тебя или не пропустят, давайте повернемся ближе к людям. Но также я понимаю, что сейчас все ресурсы государства, они заняты вывозом беженцев, освобождением наших пленных, военными действиями. Ну, давайте, кстати, о ресурсах поговорим, я просто напомню зрителям, почему мы нашего гостя пригласили. Дело в том, что на этой неделе в Киеве, ну, не скажу, что инкогнито, но, по крайней мере, с таким закрытым, с неофициальным визитом был министр финансов Соединенных Штатов, господин Лью. Это был практически негласный визит, министр не давал интервью, вот что же он говорил, с каким настроением находился в Украине, мы можем узнать у нашего гостя. Дело в том, что вы у нас как-то были в студии, ну, не так давно, после визита господина Байдена, принятого американцев, ну, я сам пять лет в штатах проработал, что встречаются они не только с властями, не только с премьером, не только с президентом, встречаются с лидерами гражданского общества. Вы были на встрече с Байденом, тогда вы много интересного рассказали. Вот скажите, сейчас, во время встречи с министром финансов, говорил ли он те же месседжи, что и Байден когда-то в Киеве, что они будут контролировать каждую копейку, что они не очень довольны распределением средств? Звучало ли то же самое, или какие-то новые месседжи? Ну, с тех пор, как я встречался с Байденом, и уже прошло, не знаю, более 50 встреч, я как представитель всеукраинского объединения в Адмищин, как член комитета по топливу и энергетике, занимающийся энергоэффективностью на гражданском биржее, и как просто экономист и новый политик, уже более 50 встреч с дипломатами, экспертами, политиками, МВФ, ЕБРР, куча организаций, вопрос всегда один. То есть, если сократить время нашей дискуссии, мы готовы вам помогать. Вы действительно на этот раз будете реформироваться? Мы очень хотим вам помочь. Покажите, пожалуйста, что вы сделали, мы им рассказываем. То есть, американцы это прямым текстом говорят? Я очень-очень сильно упрощаю, это не только говорят американцы, это говорят наши западные партнеры. Мы им рассказываем, какие у нас есть проблемы, и мы говорим, как мы эти проблемы решали и собираемся решать. На что ответ? Хорошо, мы видели, что вы сделали в Раде, мы видим, что делает ваша политика. А что вы сделаете на следующей неделе? А что вы сделаете еще через неделю? Мы хотим видеть просто стабильный прогресс. И тогда та война за реформы, которая сейчас ведется, а не просто война за территорию, война необъявленная с нашим соседом, тогда вы выиграете эту войну. Делайте свое дело, уже военные действия, пусть занимаются специалисты, вы занимаетесь реформированием страны. Можно короткий вопрос? А вот, ну, понятно, что наши там американские партнеры, европейские, все еще пытаются нам верить. Вы лично верите в то, что реформы наконец-то будут сделаны, наконец-то будут двигаться? Это главная дилемма вообще для меня и, я думаю, для всех политиков, которые встречаются и лоббируют эту международную помощь. К сожалению, нам приходится сейчас спросить о помощи, хотя я знаю, что и наши министры, они большие профессионалы, и большинство политиков нового плана, да и старые опытные политики. Мы умеем конкурировать, мы умеем создавать институционно-привлекательные условия. Мы понимаем, что сейчас данный этап, это, да, действительно международная помощь, но для того, чтобы нам вернуть эту помощь потом, нам нужно запускать экономику, нам нужно выплачивать эту помощь, нам нужно генерировать... Нам реформы нужны для этого. Да, нам реформы нужны. Но мы все прекрасно понимаем, что с коррупцией ситуация не продвинулась так хорошо, как бы хотелось. Все равно есть схемы, все равно есть откат. А если мы поедем на уровень региона, где я недавно приехал, с Винницкой области, ну, мы видим, что мало чего меняется. Будем надеяться, что следующие выборы, которые пройдут осенью, они переформатировать ситуацию на местах, потому что нельзя сказать, что ничего в стране не изменилось. Парламент изменился, поменялся на 56%, по-моему, я помню такой статистик. Эти изменения запустились не так быстро, как бы нам хотелось, но у меня есть вера в это правительство. И у всех международных партнеров, и обращаюсь, кстати, и к зрителям, и к представителям гражданского общества, это правительство может больше. Давайте требовать от них большего, они большие профессионалы, у них уже сейчас появилось время и ресурс на то, чтобы не просто вникнуть в свою работу, а назначить заместителя и придумать тот план реформ, какой они будут делать. Полумеры нам не нужны, нам нужно действительно реформировать страну, и тогда мы победим в этой борьбе. Спасибо большое, ну, давайте все вместе, и мы, и вы будем, и мы здесь в студии, и вы там, в Верховной Раде, будем требовать от этого правительства большего. Спасибо, что были в студии. Спасибо. Всего доброго. Продолжаем. Мир ополчился против России, это действительно так, это не преувеличение. Ну вот смотрите, делегация из Москвы уехала из Страсбурга ни с чем, их лишили права голоса. А резолюция принята более жесткая, чем даже в Украине ожидали. Это итоги заседания парламентской ассамблеи Совета Европы, которое прошло на днях. Делегаты только сейчас возвращаются в Киев, им есть чем гордиться. Ну, нельзя сказать, что украинский вопрос был на заседании номером один, но то, что он был самым заметным, самым обсуждаемым, вот это правда. Не обошлось и без конфузов. Делегат из России, забыв, что его страна все еще под санкциями, за аннексию Крыма пожаловался, мол, пульт для голосования не работает. Ему напомнили, а вы же право голоса лишены. Российская юриденция не имеет права голосовать. Ухудшение ситуации на Востоке и неготовность Москвы идти на компромисс в деле Надежды Савченко не оставляли выбора. Нам надо или усилить санкции, или поднять четыре лапы и ничего не делать, но мы не можем показать себя такими слабаками. Нам будет стыдно перед детьми, стариками и больными, которые остались на оккупированных территориях. В украинской делегации за осуждение России одинаково боролись представители самых разных политсил. И с учетом того, что наша делегация проголосовала единогласно, в том числе и члены посовета оппозиции, за резолюцию в зале в итоге набрались 160 голосов. И лишь 42 было против. В документе Россию напрямую обвиняют в военной поддержке боевиков. Требуют немедленно освободить Надежду Савченко. Впрочем, в резолюции были требования не только к России, но и к украинской власти. Ну, в частности, по гуманитарной ситуации на Донбассе. Если вы помните указ президента, который утвердил соответствующее решение РНБО, который сейчас от имени различных граждан оспаривается в судах административных, приостановил выплату всех социальных выплат, приостановил пенсии, работу школы и так далее. Так вот, БАСС сказала, что государство Украины должно выполнять эти вещи и осуществлять такие выплаты. Должны работать школы, должны работать больницы на территории зоны АТО. И это очень четкий, понятный сигнал. Я думаю, что это важно. Мы боролись за права граждан, которые находятся в зоне АТО. И я считаю, что государство Украины должно повернуться к ним лицом. Есть масса других требований. Это требования по улучшению законодательства переселенцам. Мы знаем, что сейчас разные министерства дают разные цифры. Фактически, мы даже не уверены, что наше правительство понимает, какое количество переселенцев и с какими проблемами они сталкиваются. Это жилье, это устройство на работу. И здесь БАСС тоже призывает украинское правительство обеспечивать переселенцам всем необходимым для того, чтобы они могли нормально существовать. И о происходящем в Страсбурге у нас еще одного члена украинской делегации в ПАССЕ. Есть возможность узнать. Борислав Береза, он возвращается поздним вечерним рейсом в Украину. И мы наладили связь прямо из аэропорта. Борислав, добрый вечер. Да, скажите, вот прямо к делу. Если говорить о результатах, украинская делегация довольна этой резолюцией? Она достаточно жесткая? Или вы ждали еще более серьезных формулировок? Когда мы приехали на Страсбурге, первое, что нам сообщили, что, господа, не стройте иллюзий. Русская делегация последние полгода готовила свое возвращение. И практически все их лоббистские группы были мобилизованы по максимуму. Также то, что делегацию усилили такими людьми, как Пушков и Нарышкин, говорило о том, что россияне собираются победоносно вернуться в зал ассамблеи. Однако украинская делегация стала на пути этому возвращения. И нашими совместными действиями оно удалось нарушить их и планы. Ну, то, что в зале происходило, мы это видели, мы за новостями следили. Вы мне скажите, что в кулуарах было? Во-первых, вот ваши европейские коллеги, они поддерживают Украину, потому что это вынужденная необходимость или они искренне на нашей стороне? Ну и второе, об этом на этой неделе много говорят. Вот украинская делегация, в ней были и представители коалиции, и представители оппозиции, и независимые депутаты. Вы смогли общий язык найти? Или все было, как в нашем парламенте часто бывает? Ну, когда мы приехали, сказали, что здесь традиционно украинская делегация никогда не бывает, знаете, такой монолитной. И когда мы уезжали, вот сейчас мы прощались, нам сказали, что впервые за всю историю украинская делегация работала как слаженный механизм. Это приятно, это показано, что мы умеем мобилизоваться. Также нам сказали, что нам необходимо срочно наладить информационный канал, потому что мы показывали всю информацию по поводу Мариуполя, по поводу Волновахи, фотографии, видео, допросы пленных со своих планшетов и телефонов. Потому что никто в Министерстве иностранных дел не озаботился тем, чтобы разослать всем представителям ПАСЭ данную информацию. Это ненормально. Потому что на вопрос, где вы берете свою информацию, нам отвечают Russia Today. Однако у нас же свой взгляд на эти вещи. Мы же знаем, как подают россияне, как они перевирают эту информацию. Поэтому первое, что мы займемся, мы договорились с господином Арьевым, это подготовка информационного пакета для всех делегатов Ассамблеи. Борислав, а не случится ли так, что в эту серьезную резолюцию Россия заболтает, не обратит внимания? Насколько этот документ серьезен для Кремля? Не случится ли так, что просто попытается на тормозах спустить эту бумагу? Можно говорить о чем-то угодно, но игнорировать нельзя. На сегодняшний день мы видим, как россияне достаточно активно начали попытки возвращать себя. Началось с того, что господин Шенок попытался реализовать такой план, как специальные приглашения российской делегации на Ассамблею. Однако им было в этом отказано. Более того, они начали уже переговорный процесс и ведут очень активные здесь действия. Поэтому то, что они говорят публично, отличается от того, что происходит на самом деле. Находиться в изоляции России недопустимо, она это понимает. И нахождение сейчас ее фактически изолированность, как в виде страны-изгоя, приводит к тому, что россияне оказались в вакууме. Не в информационном, что гораздо хуже, а в коммуникативном. Дипломатия не терпит вакуума, она заполняет ее. Поэтому сейчас россияне должны действовать как угодно для того, чтобы вернуться. И эти шаги, мы все ожидаем, будут именно те, что отпускание Нади Савченко, признание своих ошибок и начало переговорного процесса. Именно это должно сохранить жизни украинцев. Спасибо за разговор. Спасибо, что были с нами. Не опоздайте на рейс. Не задерживаю дольше. Жду в нашей студии в следующий раз. Борислав Береза был с нами на связи. Прямо из франкфуртского аэропорта. Ну и среди тех замечаний к Украине, которые высказывали сейчас в ПСЭ, мы слышали о свободе слова. Вот ничего не было. Потому что прошедший год для СМИ это, пожалуй, один из самых свободных за всю историю независимости. Ну вот помните, помните диктаторские законы, которые приняли прошлой зимой, чтобы задавить Майдан, чтобы в том числе и журналистам не дать говорить правду о прошлом режиме. После их отмены Украина, казалось, получила, ну, скажем так, прививку. Прививку от попыток заткнуть прессе рот. Ну и вот, сейчас сюрприз от депутатов. Похоже, кто-то наверху хочет избавиться от критики. Ну вот судите сами, уже послезавтра парламент намерен внести поправки в законы. Есть три варианта. 13-17, 17-68 и 18-89. Простому зрителю это ни о чем не говорит, но вот есть три проекта. И по сути, они говорят об одном и том же, только по-разному. Мол, ни СМИ, ни зрители, ни читатели сами не могут решить, что им смотреть, а что нет. Что патриотично, а что врагу помогает. За нас с вами это должны делать некие эксперты. Ну это еще не все плохие новости. Ну вот посмотрите, один из законопроектов, вот-вот-вот на экране, его предложили депутаты от Народного фронта, Левос Величкович и Высоцкий. Документ предлагает фактически запретить работу всех украинских СМИ, где учредителями будут иностранцы. Ну все равно, что с BBC захотят радио основать, что CNN захочет тут телеканал открыть. Вот если вот этот закон примут, это будет запрещено. Никаких рупертов-мердоков, они здесь не нужны. Ну что интересно, такая украинская инициатива до боли напоминает закон, который уже в России существует. Его, между прочим, коммунисты и партия Жириновского предложили. Вот мы только что в графике сопоставляли два текста, у меня тоже они есть в руках. Так вот, что в российском, что в том, что предлагается Народным фронтом, украинском законе, ну не поверите, те же термины, тот же набор условий, кому запрещено учреждать телекомпании или радиостанции. Ну вот заметьте, что интересно, речь тут не о россиянах, а о любых иностранцах вообще. Ну а с Россией, с Россией ситуация еще круче. Ну только представьте, вот если гражданам или компаниям из соседнего государства принадлежит хотя бы одна акция радиостанции или телеканала, то это СМИ могут попросту лишить права выходить в эфир. До такого даже Жириновский и Зюганов не додумались. Ну представьте, стоит только вот любому россиянину, теоретически, специально, как провокация, купить на бирже одну акцию любого украинского вещателя, радиостанции, которую вы слушаете, каналы, которые вы смотрите, то его по закону, если этот закон проголосует, ну надо будет отключать, выключить рубильник. Но если в России хоть Путин год журналистам дал, мол, если среди ваших учредителей есть иностранцы, просите их с вещами на выход, то наши депутаты куда более крутые, даже отсрочки не дали. Ну что ж это за инициатива такая, да, вечер добрый, проходите, давайте вот с вами поговорим, Сергей Каплин, народный депутат, представитель блога Петра Порошенко, вечер добрый. Добрый вечер. Вы автор одного из трех законопроектов, скажите, по поводу вашего, четвертого законопроекта, да, по поводу вашего законопроекта у меня как раз вопросов меньше всего, а вот по поводу тех, о которых мы говорили, вот что это за попытка нас, ну, скалькировать законы с российских схем? И на самом деле вот самый важный вопрос, а неужели для того, чтобы победить Путина, пусть даже в информационной войне, ну, вот на самом деле, с Путином? Ну, по-перше, я хочу сказать, что цей закон действительно есть полная копия того закону, который своего часа за указаной Путина подали его сателлиты партии Жиряновский и Зюганов. Это первое. Наши депутаты не забарилися, и даже без каких-то так опосредкованных форм, а подали прямо фактически от Народного фронта такий законопроект, такие законопроекти. Какая главная мета такого законопроекта? Все очень просто. Залишите в стране, після приняття всего закону Путина, его украинской редакции, всего три кнопки. Три кнопки, которые будут под полным контролем уряду и тех олігархов, которые с этим урядом разом просто критики не хотят. Звичайно. Путин зомбує, что в стране какие-то холуи и хунта, они будут зомбовать, что в стране все хорошо. Первая кнопка будет работать на то, чтобы брехать людям, что в стране есть борьба с коррупцией. И вы никогда не узнаете, что затримали, например, минулого неделя начальника следствия Кременчуцкого податкового на хабаре у півмиллиона гривен. И вы не узнаете, сколько из этих півмиллиона гривен предпочалося безпосредственно премьер-міністру. Другая кнопка номер два будет работать для того, чтобы довести, что в стране очень большие успехи в АТО. И мы победим. И там очень фаховые генералы, и абсолютный успех. И нет ошибок, и никто за это ответственность не несет. Третя кнопка будет фактически для того, чтобы говорить, что в стране неймовидные реформи. И вы никогда не узнаете, что наша страна, за писемами урядувания премьер-міністра и его Народного фронта, на останнём месте в Европе за рівнем свободы в экономике. Что происходит на самом деле, говоря простою, прямой, зрозумялою мовою? Просто за р год ребята заработали в коррупционный способ. На коррупции после революции, на наших мозелях, на смерти девочек и парня на Майдане, на смерти наших парня в АТО. Неймовидные деньги. И готовы уже скупить все сегодня украинские телеканалы. Для этого принимаются эти законы. И для этого выполняется эта неймовидная, коррупционная, злочинная, злочинная, что до свободы слов и оборудка. Я хочу сказать одну очень важную вещь. Я езжу по Украине, я пытаюсь все делать, чтобы путинская сволота, банда, хунта его, не пройшла в нижнюю миськраду. Чтобы знищить все это пропагандистское лайно, которое расширяется на национальном и региональном уровне, с антиукраинскими закликами. Вот, например, в Полтаве вчора провели величезный митинг, и мы добились, чтобы міський голова отменив распоряджение, которым не признают ДНР и ЛНР террористами. Потому что нас зрадила міськая рада. Мы добились силами людей. Сергей, подождите. То есть вы боретесь с теми, кто может какие-то там проросійськие, пропутинские погляди просути, но мы имеем депутатов от Народного фронта, на чем-то демократов, которые просула абсолютную кальку с российского закона. Добре, добре, дайте мне хвилинку. Я договорю с вами. У нас просто Вашингтон зараз будет на звездку. Наш корреспондент Дмитрий Еловский в Вашингтоне. Мы попросили его разузнать, поговорить неофициально в Конгрессе, в Госдепартаменте, с экспертами. Узнать, а вот как на такие запретительные идеи в украинском парламенте могут отреагировать на Капитолийских холмах, ну и в коридорах власти. Дмитрий, какие у вас новости? Что можете сказать? Дима, для Америки свобода слова и свобода печати это не просто лозунги, а закрепленный в первой поправке Конституции закон, которому уже к тому же больше двух сотен лет. А еще это такая лакносовая бумажка, индикатор того, что происходит в любой стране. Когда очень уважаемая организация, здесь Freedom House, на днях отнесла Украину к частично свободным странам, это тоже, конечно, показатель. В Вашингтоне подчеркнули, что дела у нас в принципе лучше, чем в Туркмении или Узбекистане, но намного хуже, чем в других 89 государствах. И причина этого, конечно же, война на Донбассе, конечно же, ситуация в Крыму, но и еще положение дел в средствах массовой информации. Нарушать свободу слова, давить на прессу, закрывать СМИ, это фактически настроить на себя весь политический истеблишмент Вашингтона. От консервативных республиканцев до настроенных проукраинским демократов. Так происходило всегда. Если где-то душат журналистику, значит вот-вот последуют, ну и другие какие-то репрессивные шаги, закручивание гаек, свертывание реформ. Примеров этому множество. Стоило в Венгрии лишь попытаться взять под контроль медиа и информацию. Америка тут же издала список венгерских чиновников, которым запрещен въезд на территорию Америки. Обвиняют их в коррупции, это официально. Неофициально обвинят именно в давлении на прессу. Здесь в Вашингтоне Украину искренне поддерживают. От заявлений с осуждением России до обещаний направить военную помощь. И похоже наезды на СМИ это единственное, что способно остудить тех, кто в Конгрессе, ну или в администрации Обама желает нам помочь. США не это иллюзия. В последнем исследовании всемирного индекса свободы слова депортеров без границ у страны место ближе к концу, честно говоря. На самом деле 127 из 180. Но для американцев важны не позиции в рейтингах, а тенденция. Фактическое отношение к свободе слова. Важно, в какую сторону меняется положение дела. Так что если где-то государство создает проблемы с МИН, то в Вашингтоне, конечно, за этим очень внимательно следят. И безусловно, на этой неделе украинская ситуация и, мягко говоря, такая довольно странная инициатива парламента будет определенно в фокусе внимания американцев. Дмитрий. Спасибо большое. Дмитрий Иловский из Вашингтона. Сергей, у меня к Вам простой вопрос. Вот я объясню, честно скажу, почему мы заинтересовались этой темой, почему Вас пригласили. Потому что, ну вот, есть телеканал, на котором я работаю много лет, есть телеканал Интер. Когда-то, когда он только создавался, там, Бог знает, когда, год даже не помню, был российский соучредитель. Вот теперь нам тоже угрожает, что если этот закон примут, я, мы все здесь, кто находится в этой студии, останемся без работы, но люди просто там вот черный фон увидят вместо нас и кнопки. Только потому, что вот когда-то был российский соучредитель. Миноритарный акционер, вот как юристы бы сказали, который ни на что не влияет, в жизни там не входит ни в какой менеджмент, в жизни никогда там телефонного звонка не было из Москвы. Чем Ваш законопроект отличается? Вот Вы предложили, я насколько понял, альтернативный вариант. Что Ваш законопроект изменит, если именно его проголосуют? Я хочу Вам сказать, что Вы уменьшаете масштабы возможной катастрофы. Продолжение в том, что там есть нормы, которые предъявляют, что какой-то россиян может купить одну акцию на бирже или в свободном обегу. И это будет приводом и подставой, чтобы закрыть телеканал. Как не смешно и не страшно, мова идет действительно про то, что хочет монополизировать в одних, даже не руках, а в лохматых лапах усі телеканали. И зумбовать людей, что начебто с коррупцией боремся, реформи идут и все в нас добре. И на войне все стабильно. Я внес законопроект, который предъявляет не рейдерское захопление у всего телеринка и медиа в стране, который предъявляет нормальный, цивилизованный европейский подход. Если, не дай Бог, кто-то из путинского октября, за награбованный на нафть и газу гроши, придбает тут 50% акций телеканалу и таким чином сможет сделать редакционную политику, править новини, лить пропагандистское лейно антиукраинское с голубого блакитного экрана. Мы негайно закрываем это предприятие. Мы негайно закрываем этот телеканал. Это тот подход, который действительно, реально может вплинуть, а не сделать то, что боятся люди. Я закинчу. Я езжу по краю, по всех абсолютно местах. И люди запитывают. Мы не бачим реформ. Мы не бачим людяного отношения до громады, до людей. Мы не бачим борьбы с коррупцией. Что было, то и залишилось. Окремыми местами гирше, чем при Януковичу. Я вчера дизнався, что есть такая служба, державная служба надзвичайных ситуаций, которая насправді не распределяет бюджет в контексте гуманитарной допомоги, а яка змушает на местах своих чиновников збирать из людей апельсины. А че бачат наши солдаты эти апельсины? Давайте на этом будем ставить точку. Спасибо за вашу инициативу. Буквально одна речень. Что делать? Зберегти свободу слова. Свобода слова. Это единственная сегодня существующая опозиция. Сегодня телеканалы опозиции, а не опозиционный блок. Зберегти каждый телеканал. И держать за одно место Яценюка и каждого министра. Иначе будет диктатура. Иначе будет саботаж реформ, и країна просто не станет. Вы знаете, мы это делать не можем. Хорошо, что есть вы, и вы это делаете в парламенте. Спасибо, что были в студии. Спасибо за ваш законопроект. Продолжим. Итак, наш корреспондент был в Смоленске, он сейчас находится в Смоленске. И это громкая история, с которой я начинал эфир. Ну, очень важно. Послушайте, посмотрите. Что происходит? Многодетную мать обвиняют, ну, ни много ни мало, в государственной измене. Женщина просто позвонила в украинское посольство. Позвонила сказать о том, что наблюдает рядом со своим домом. Если вы наберете гугл-мап, вы эту часть будете видеть, как говорится, вообще более подробно. Если бы не этот объект Минобороны России, в семье Горловых-Давыдовых, наверное, было бы все по-прежнему. Семеро детей, жена домохозяйка, муж сотрудник охраны. Но вышло иначе. Спецслужбу устроили маски-шоу, обвинили женщину в госизмене и забрали в Москву. Сейчас она находится в СИЗО Лефортово. Многодетного отца собирается лишить родительских прав. Пришли из органов опеки местных. Они сказали, что они по поручению председателя областного департамента именно зафиксировать отсутствие законного представителя, то есть отца с детьми. И в случае, если, как говорится, такое повторится, в следующий раз органы опеки придут уже с полицией с целью изъять детей. Он тогда как раз таки направлялся в Москву, чтобы узнать судьбу своей супруги. Но следователь с говорящей фамилией Свинолуп свидание не дал. Стадия 275 госизмена, по которой и возбудили дело, предусматривает лишение свободы сроком до 20 лет. В ней четко сказано, наказывать нужно шпионов, либо тех, кто передает секретные данные другому государству. Но Светлана по образованию экономист и по профессии не работала уже давно. Занималась с домом и детьми. Разговор двух военных о том, что солдат из воинской части напротив ее дома отправляют в Украину, услышала в маршрутке. Решила позвонить в посольство братского государства и все рассказать. Муж Светланы за это не осуждает. Мы помним, как, например, как дорого стоила нам интервенция, если уж на то пошло. И мы, получается, поступаем точно так же, как когда-то, например, интервенты поступали, как говорится, с молодой, тогда, как говорится, рожденной в революции России. Где сейчас находится мама, дети не знают. Папа и тетя, она теперь все время с ними сказали, уехала далеко, вернется не скоро. Старшая дочь даже написала стихи, первые в жизни. Все цветы весенние тебе я подарю. Пусть солнце улыбается, она встретит всей семье. Печаль пусть уплывает, все дальше пройти. Фотографии матери в доме практически не осталось. Бумажная всего лишь одна, вот она в серванте, на самом видном месте. Остальные были в компьютере, который изъяли сотрудники ФСБ при обыске. Такие ли солдаты, и здесь просто буквы, так ли описаны. Солдаты тут? Да. Я сама думала, что мама сейчас вернется. Я думала, что ее просто выведут, опросят, и она вернется домой, потому что маму, она в данный момент, вот когда ее забирали, она кормила грудью свою двухмеченную Кассандру. За Светлану Давыдову уже вступился депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Когда со всех сторон все наши чиновники, все наши руководители говорят о том, что Россия никаких войск никуда не вводит, что у нас нет никакой войны, мы не сторонники вот этого конфликта, но при этом оказываются сведения о том, что наши войска перелегаются в сторону Украины, являются госстайной, из-за этого сажают человека по статье 285 о госизмене. Ну, это уже, мне кажется, вот здесь нет предела к мирному. То, что меру пресечения удастся изменить, сейчас мало кто верит. Слишком уж тяжкая статья. И по некоторым данным, арестованная за госизмену уже дала признательные показания. О том, что Светлана и ее семеро маленьких детей станут частью новейшей политической истории России месяц назад даже подумать никто не мог. Площадка для игр возле дома семьи Горловых-Давыдовых. Она практически пуста, и заснежена. Мама находится в СИЗО. Настанет ли та самая долгожданная отепель для неравнодушных жителей маленького городка? Сейчас это, пожалуй, самый актуальный вопрос. Из Смоленской области России Данил Русаков и Виталий Коваленко. Подробности недели телеканал Интерн. Ну, а сейчас есть время налить себе чаю. Прервемся ровно на 10 минут на рекламу. Встретимся в 9.05. И там далее будет много интересного. Данил Русаков и Виталий Коваленко. Продолжение следует... Это подробности недели. Спасибо, что смотрите. Спасибо всем тем, кто дождался. И спасибо всем тем, кто к нам сейчас присоединился. Мы в прямом эфире. Мы продолжаем. Скандал. Скандал с политическим подтекстом. Информагентства в этот уикенд гудели. Мол, в украинском правительстве появился человек, которого разыскивает Интерпол. Ну, мы проверили. Действительно появился в качестве советника. Фамилия Адаишвили. Есть она и на официальных сайтах, где сообщается, что он консультирует Кабмин по вопросам борьбы с коррупцией и на официальном сайте Интерпола. Ну, вот дайте картинку. Вот, что там сказано. Обвиняется и в злоупотреблении властью для получения личной выгоды, и в бесчеловечном обращении с заключенными, и в фальсификации доказательств по уголовным делам и прочее, прочее, прочее. Ну, как контраргумент. Ну, мало ли в чем новые грузинские власти обвиняют министра из прошлой команды. Ну, вот, к примеру, лидер правого сектора Дмитрий Ярош, он ведь тоже в розыске Интерпола по требованию России. Ну, это может быть просто политическим преследованием. Но, с другой стороны, давайте подумаем. Есть закон. Мне даже вот статью распечатали. Закон запрещает принимать на госслужбу людей, имеющих судимость или тех, кому применяли взыскание за коррупцию. Ну, а Зураба Адаишвили дома в Грузии разыскивают. Что же он все-таки за человек? Здесь, в Киеве, нам разобраться не удалось. Ну, вот, к примеру, в Министерстве юстиции, куда мы направили абсолютно официальный запрос. Нам сказали, мол, наше обращение получено, оно в работе, но ответа пока так и не дали. Ну, а пока в Киеве выяснить все не получается, мы попросили разобраться коллег, журналистов из Грузии. И вот, что они узнали. Зураба Адаишвили, бывший генеральный прокурор, потом министр юстиции. И даже спустя годы здесь, в Грузии, отношение к нему неоднозначное. Блестящий реформатор или талантливый коррупционер. Адаишвили был основоположником элитарной коррупции в стране и государственного рейка. Это минимум десяток, несколько десяток. Это самый минимум. Это о компаниях, которые были, в общем-то, известны в стране. Зураба Адаишвили был одним из ключевых фигур в реформаторском правительстве Грузии. Он как бы такой серый кардинал, скрытый, который все контролирует. Конечно, это большое преувеличение. В любом случае, путь на родину экс-чиновнику закрыт, если не навсегда, то очень надолго. Его обвиняют в нечеловеческом или унизительном обращении с заключенными в исправительном учреждении, по статье в организации провоцирования преступления и фальсификации документов. Также его обвиняют по делу о разорении банка Карту в организации перепрятывания имущества, фальсификации документов и злоупотреблении властью. Бизнесмен Вахтанг в Чаулишвили часто разглядывает фотографии проектов, которые, кажется, навсегда остались на бумаге. Глава крупной строительной компании вспоминает далекий 2010 год, когда Зураб Адаишвили был министром юстиции. Тогда мэром города был Гиги Угулава, которому Адаишвили разрешил заняться компанией. Ее строительную компанию удалось не потерять только чудом. Вместо того, чтобы помочь, он сказал, да, мы вам поможем и поступление обеспечим с ваших же активов, но нашу привезем администрацию новую. И фактически рейдерский захват озвучила. Заставили нас подписать договор о передаче и удовлетворительное управление им всего нашего имущества. Независимо от того, кто-то нарушал закон, не нарушал, нравилась кому-то чужая, в общем, половина дома или там чужой бизнес. Его вызывали, заставляли отказываться от этого добра. Тех, которые не соглашались, сразу сажали в тюрьму. Однако многие считают подобные высказывания скорее политическими, мол, новая власть борется с предыдущей. К сожалению, Адаишвили не исключение. Фактически новое правительство Грузии, оно до сих пор, так сказать, в основном занято борьбой с предыдущим правительством, с правительством Саакашвили и занимается так называемым восстановлением справедливости. Как бы то ни было, нынешнего советника министра юстиции Украины ищут не только грузинские власти, но и Интерпол. По красному циркуляру он разыскивается с 14 ноября 2013 года. Хотя даже человек, положивший конец власти Саакашвили, олигарх и бывший премьер, до сих пор тепло о нем отзывается. Адаишвили самый талантливый из того руководства и я этого не стыжусь. Если бы он был моим министром, он был бы лучшим. Он делал то, что ему говорили. Он не смог противостоять насилию и идеологии. Конечно, он будет наказан. Я не говорю, что этого делать не надо. Так что в Грузии все говорят, Саакашвили человек блестящего ума и огромного таланта. Вот только по поводу одной детали общего мнения нет. Одни говорят, что этот талант созидающий, другие, что криминальный. Ну, еще одна похожая история, только куда более громкая. Вот Эдуард Ставицкий, экс-министр энергетики и угольной промышленности в правительстве Азарова. Наверняка вы помните эту фамилию, но вот помните это лицо. После Бехса Януковича он тоже уехал из Украины, сначала в Италию, а затем обнаружился в Израиле. И вот когда после бегства провели обыски в трех его киевских квартирах, я хочу просто напомнить, найденное потрясло даже видавших виды следователей. Ну, вот только представьте, все, что нажито непосильным трудом. 42 килограмма килограмма золота в слитках, почти 5 миллионов долларов наличными, 16 дорогих часов и множество драгоценностей. Почти год от экс-министра не было ни слуха, ни духу, поговаривали только, что беглый любитель роскоши якобы сменил фамилию, стал Розенбергом и получил новый паспорт израильский. И вот совсем недавно генпрокуратура подтвердила, Ставицкий объявлен в розыск, объявлен в розыск Интерполом. Ну и теперь в самом Израиле вспыхнул грандиозный скандал. Частный сыщик, словно в детективе, раскопал, что Ставицкий незаконно получил гражданство, возможно, даже подкупил служащих местного МВД. И вот сейчас эту историю активно расследуют в Израиле. Если махинации Ставицкого подтвердятся, ему грозит депортация в Украину. Ну, а дальше следствие, суд. Наш корреспондент Сергей Ауслендер разобрался, так ли это, что государство Израиль, мол, своих не выдает. Бытует такое мнение, что Израиль не выдает своих граждан другим странам. Это не совсем верно. Местные власти действительно делают это не очень охотно и только при соблюдении определенных условий. Как правило, экстрадиции предшествует долгое и сложное судебное разбирательство, которое может длиться годами. Но случай со Ставицким все-таки особый. Как известно, местная полиция подозревает, что он смошенничал при получении гражданства. Конкретно говорят о том, что он, возможно, подделал справку об отсутствии судимости. Это один из самых важных документов. Вопреки расхожему мнению, наличие судимости или уголовное преследование, которое ведется против человека на родине, еще не основание для отказа в получении израильского гражданства. Другое дело, если документы были подделаны, тогда такая махинация вполне может стать причиной для аннулирования гражданства. Такие случаи, как говорят адвокаты, бывали. Этот прецедент был еще в 60-х годах с американским мафиози по имени Мейерландский. Ему отказали, исходя из того, что у ФБР была информация, что человек по-прежнему занимается мафиозной деятельностью, несмотря на то, что он не был осужден в данный момент. Так что сейчас тут ждут громкого судебного процесса, по итогам которого, если удастся доказать, что документы все-таки были подделаны, Ставицкого лишат гражданства, это сделает Министерство внутренних дел, после чего его быстро вышлют в Украину. Если же нет, то украинской генпрокуратуре придется доказывать в израильском суде, что у нее есть основания требовать его выдачи, и в том числе придется доказывать, что это дело не является политически мотивированным, иначе Ставицкого не выдадут. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Сменим тему. Мы часто говорили, помните этот старый лозунг «Купуйте украинские». Ну вот сейчас в разгар этой войны появился другой лозунг. Давайте все-таки русское не покупать. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Ну вот только что подъехал к нам в гость в студию Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Добрый день. Да, вечер добрый. Создавитесь. Человек, который прекрасно понимает, вот что покупают украинцы, что завозят в наши супермаркеты, в наши гипермаркеты, меньше там украинских товаров. По этому поводу у нас есть сюжет, но вот давайте просто для того, чтобы зрителям было понятнее, скажем, а действительно ли украинцы стали вот за последний год, полгода, покупать меньше российских товаров? Значительно меньше стали покупать, до 40%. Из-за этого многие российские производители перестали сопоставлять свою продукцию в Украину. То есть на самом деле... До 40%? До 40%, да. Потому что эту акцию поддержали люди с высоким уровнем дохода. А какие это товары? Вот просто перечень. Абсолютно все. Это начинают обычные продукты в питании, это сопутствующие продукты, товары, это и обувь, это одежда. То есть абсолютно все групп это коснулось. В том числе рыбопродуктов, про которые мы не предполагали икра, там красная рыба. Я был уверен, что на самом деле украинцы будут ее покупать много. Ничего подобного. Ну вы знаете, красную рыбу и икру люди, может быть, стали просто меньше покупать не потому, что она российская, а потому, что денег нет. Ну это отдельный вопрос. Хорошо. А вот эта вот статистика, эта вот тенденция, когда стали меньше покупать российского, стали обращать внимание, что там на штрих-ходе написано, там надпись, где сделано, это характерно только для Киева или во всех регионах одинаково? Нет, исследования показывают, что на самом деле эта акция очень активна по всей Украине. Естественно, она более активна в Западной Украине, в Центральной Украине, в Киеве, менее активна по другим регионам, но на самом деле на эту акцию отозвались, как я сказал, люди с высоким уровнем дохода, потому что статистика показывает, что в эту акцию сейчас порядка 20% всего населения Украины, а продажи сократились до 40%. Только пятая часть населения Украины? Всего лишь пятая часть. Но на самом деле закон социологии показывает, что 5% населения хватает, чтобы сравнить, что происходило. Здесь в 4 раза больше. Поэтому это на самом деле очень высокая статистика, и 40% падения продажи для любой компании, когда ты каждый процент завоевываешь вклад огромные деньги, года, то это просто катастрофа. Давайте вместе разберемся просто в чем проблема. Ну вот война войной, а бизнес есть бизнес. И пока украинские солдаты сражаются на передовой, в тылу полным ходом идет торговля товарами страны-агрессора. Ну, по крайней мере, так уверяют наши журналисты. Ну, несмотря на то, что наверху рапортует, что импорт из России сократился почти в половину, но, тем не менее, мы это увидели, полки магазинов все по-прежнему ломятся от ассортимента из Российской Федерации. Ну, вот Елена Механик в этом убедилась, она отправилась на шопинг со скрытой камерой. Это один из столичных супермаркетов. Сейчас мы по нему пройдемся и поищем товары из России. Ну, вот, например, перед нами целый стеллаж российской продукции. О том, что это товар страны-агрессора, можно легко понять по штрих-коду. Первые три цифры 4-6-0. Ну, давайте посмотрим теперь текстиль. Ну, собственно, и не надо далеко идти. Тут практически полотделы российского белья. Призывы бойкотировать продукцию с соседней страны взорвали соцсети еще сразу после аннексии Крыма. Украинские активисты поначалу стремительно включились в процесс, но потом также внезапно притихли. А осеннее распоряжение Киевсовета маркировать российские товары многие столичные магазины до сих пор так и не выполнили. Мы без труда нашли в Киеве магазин одежды, где под иностранным названием прячется российская торговая марка. И таких магазинов в Киеве немало. Тут все вещи с одинаковыми бирками. Написано Россия, Ростов-на-Даме. А вот как магазины идут на уловки. Вот здесь сразу не разберешь, откуда товар. Видите, все затерто. Но если приглядеться, можно увидеть, что это Москва. В некоторых местах подписано, что это товары из Российской Федерации. За последние полгода импорт из России в Украину сократился почти в половину, подсчитали аналитики. Но уверяют, заслуга в этом исключительно покупателей, которые саботируют российский ассортимент. Однако полки магазинов завалены не только залежалым товаром. А вот целый стеллаж воды. Берем приправы. Да здесь просто клондайк. Вот эти сыры, они все из России. И хлебцы тоже в корзину. Вот эти все полки, вот эти все полки заполнены товарами Российской Федерации. Ограничить импорт российских товаров правительство дало отмашку еще в сентябре. Смотрим на полки, видим свежие поставки. Это как раз больше стосовалося товаров молочной продукции, косметики, какао, виробов різного характера. Как раз были введены певные санкции. Держава запроваджила такие ограничения. Это правда. Насколько они действуют, кордон у нас в Продорье, у нас фактически не существует. Если из Европы или других стран есть митный оформление, митный догляд, в связи с ситуацией на Сходе есть информация, что при желании можно с Россией завести все, что завалено. Война с российским импортом идет, просто глазу не видна, утверждают эксперты. Каждый год соседняя страна перебрасывает в нашу целый набор импорта. В комплекте все для энергообеспечения, металлургии, машиностроения, розничные товары для населения. Мы в структуре упал фактически импорт с Россией, но увеличился импорт с Белоруссией на 12%. Скорее всего, частину того импорта, который на Сходе из Российской Федерации, взяла на себя Белоруссия. Такий способ целиком возможен, что российский бизнес шукает шляхи надходления продукта, и чтобы товары его были куплены уже не как товар, ну так, от агрессора, а товар от республики, которая фактически занимает нейтралитет. А здесь министры. Одна, другой лучше, и все откуда? Для самых маленьких тоже припасены сюрпризы из России, из Санкт-Петербурга. Берем и пасту для себя тоже из России. Но, кстати, тут на ценниках нигде нет специальной маркировки. Вот как раз написано Московская область. Не прошло и час, а тележка уже наполнена. Тут и продукты, и постельное белье, и посуда, и средства гигиены, словом, все, что угодно. И заметьте, столько российских товаров и только из одного супермаркета. Елена Механик, Наталья Неделько, Владимир Самченко. Подробности недели телеканал Интер. Алексей, скажите, а вот что с этим делать? На самом деле проблема ведь не в том, что покупать российское или не российское. Проблема в том, что вот этими деньгами мы, ну, по сути, спонсируем тот режим, который сейчас воюет против нас. Правильная цифра, которую я видел в прессе, что порядка миллиарда потеряла Россия только потому, что украинцы уже перестали покупать российские товары. Да, так есть акция БКТУ российский принесла порядка миллиарда долларов ущерба Российской Федерации. Ага, миллиард долларов потеряла Россия только потому, что украинцы перестали что-то покупать. Да, за счет самоорганизации украинцев. Хорошо, но украинцы как украинцы, а торговые сети вот могут объединиться и сказать, что, извините, но вы большой бренд европейский, перестаньте производить эти товары в России, перенесите производство сюда, На самом деле, ряд российских компаний уже перенес производство в Украину. Некоторые компании стали завозить меньше, либо, например, здесь производится упаковка. То есть, хотя бы частичное производство происходит в Украине. В основном, сейчас, скажем так, нарушают этот режим крупные международные компании, такие как Procter & Gamble, Unilever, Henkel. Подождите, подождите. То есть, большие бренды... Абсолютно правильно. Давайте не будем их называть, как бы ни рекламу, ни антирекламу делать у нас такие просто правила. Но, скажем так, что большие европейские бренды и большие американские бренды, там, с американскими корнями, они не играют в эту игру. Они продолжают производить в России. Значительная часть их продукции или определенная часть немальника производится на заводах в Российской Федерации, в основном под Санкт-Петербургом. Хорошо. Бывает ли так, что либо производители каким-либо образом там прячут штрих-код или прячут вот эти слова «произведено в России», либо наши магазины, ну, вряд ли там торговые сети, но маленькие магазинчики, как-то прячут, переклеивают. Насколько это массово? На самом деле это очень не массово, потому что, когда только вообще пошла речь о том, что можно сменить штрих-код, на самом деле, ассоциация сказала про то, что это практически невозможно. Фиксировались единичные случаи переклейки на продукции, там, этикеток, но на самом деле это были единичные случаи. В торговых сетях это практически невозможно. Это возможно, например, на рынках, но это небольшое количество продукции, которые можно допродать. А продавать в таком же объеме, как и раньше, это невозможно. Ну, последний тогда вопрос. Скажите, а что вообще происходит? Вот что это у нас такое за большинство населения, если только 20% поддержали акцию, просто задумываются о том, что они берут, где продукт произведен? Если даже эти 20% уже миллиарда долларов решили Россию, что вообще происходит с нами всеми, что люди не задумываясь набирают корзину, вот как наш корреспондент набирала, просто в таких, снимая сюжет, в показательных целях? Дело в том, что значительная часть людей, которые все-таки имеют низкий уровень дохода, не может себе позволить выбирать товар, например, европейский. А российская продукция, она стоит иногда незначительно дороже, чем украинская, либо фактически, скажем так, в такой же цене, как украинская. Поэтому только за счет того, что люди не имеют возможности купить что-то другое, они покупают российскую продукцию. Давайте все-таки будем думать, где произведено то, что мы покупаем. Спасибо за разговор. Загадаю. Продолжим. Греческий привет Европе. Сменим тему, поговорим о международных событиях, которые, тем не менее, повлияют на нашу с вами жизнь. Ну вот смотрите, что происходит в Греции. Правительство во главе с новым премьером отказывается возвращать многомиллионные долги и даже не желает общаться с так называемой тройкой международных кредиторов с Еврозоюзом, Европейским банком и Международным валютным фондом. Всеми теми, кто в эти месяцы, весь последний год, исправно вливали в Грецию миллиарды. Они решили даже не иметь дела с банком, который выдал им большой кредит. Ну, к тому же, Афины шантажируют Брюссель. Говорят, что выйдут из Еврозоны. Мой коллега Роман Бачкала сейчас в Афинах. Рома, а насколько серьезна ситуация? И вот неужели Евросоюз разваливается, а в Грецию нам скоро не шенгенскую визу, а греческую придется получать? Добрый вечер, Дима. В Греции сейчас, возможно, происходят исторические события. Впервые в истории этой страны к власти пришли левые партия Сириза, победившая на парламентских выборах, на этой неделе сумела сформировать правительство. И уже первые шаги новых властей Греции сумели напугать всю Европу. Премьер-министр Алексис Ципрос чуть ли не в ультимативной форме потребовал от международных кредиторов, чтобы те пересмотрели свои аппетиты в части возвращения долгов Греции. А суммарно, напомню, греки должны более 100 миллиардов евро, и этих денег у греков нет. Казна пуста, и где взять необходимые средства, совершенно непонятно. Должен сказать, что вот по моим личным ощущениям в Греции сейчас такое вот колоссальное расстройство от пребывания страны в ЕС. Все ждали какого-то чуда, манны небесные, а чуда не произошло. Вот такие, знаете, ностальгические чувства у греков по поводу независимой Греции, которая была 10-15 лет назад. Люди жалуются на то, что после введения евро цены выросли в полтора-два раза. И вот греки хотят жить как раньше, а не так, как они живут сейчас. И в этой связи греки связывают большие надежды с Россией. Новое правительство уже дало понять, что оно планирует развивать отношения с РФ, что Греция не поддерживает экономические санкции против России, призывает стороны искать дипломатические пути урегулирования конфликта. Все мы знаем, что на этой неделе прошла встреча министров иностранных дел, членов страны ЕС, на которой Греция была против введения дальнейших санкций против России. Тем не менее, было принято единое согласованное решение, которое предполагает продление санкций как минимум еще на 6 месяцев. Но Греция была против, и Греция подчеркивает, что против была не только она, но и Болгария, Австрия, Испания, Италия. Ну а первый вопрос, который сейчас стоит на повестке дня перед греческим правительством, где взять деньги? Поскольку обещано народу очень многое, в частности, увеличить минимальные зарплаты с 400 евро до 750, увеличить пенсии, вернуть некоторые изурезанных льгот, но денег на это нет. И вот чуть ли не единственной альтернативой, таким путем поиска этих денег, является сейчас для греков Россия. И вот в этом смысле обращает на себя внимание еще такой аспект, на котором бы я хотел остановиться, что сейчас за Грецией следит вся Европа. Ведь не только здесь, но и в других странах, членах ЕС, сейчас набирают популярность левые идеи, левые взгляды, в частности, в Испании, где также в этом году пройдут парламентские выборы во Франции, где также социал-демократы сейчас набирают популярность. И вот от того, будет ли греческий проект, состоится ли он, будет ли он успешным, зависит и то, станет ли Греция эдаким новым законодателем политических мод для всего Старого Света. В общем, в Греции сейчас много всего интересного, и в следующей программе мы обязательно об этом еще расскажем более подробно и покажем наш эксклюзивный материал из Греции. Да, Ром, спасибо. Ну, в общем, в Греции все есть, в том числе есть и наш Роман Бачкалану, и объясню просто, почему мы так внимательно присматриваемся к тому, что происходит в Афинах. Рома только прибыл в Афины, в следующее воскресенье посмотрим его сюжет. Но проблема ведь в том, что мы сейчас просим финансовую помощь от европейских организаций, от Международного валютного фонда, и, к сожалению, глядя на Грецию, которая не хочет отдавать долги, вполне возможно, что и требования к Украине будут намного более жесткими. Ну, так ли это увидим? Давайте далее сменим тему и о политике поговорим. Вот уже завтра в парламенте, но потом в СМИ будут обсуждать новое постановление. Вот этот проект, проект 1847. Это, по сути, новый план, который призван установить мир в Украине. В тексте 10 пунктов, в том числе признать невозможным решение конфликта на Востоке военным путем, провести прямые переговоры с Россией, снять блокаду с Донбасса и вернуть социальные выплаты, но еще оппозиция предлагает обратиться к ООН с просьбой ввести миротворцев на Донбасс. Что эта инициатива означает для Донбасса, для страны, и хватит ли в Верховной Раде голосов, чтобы ее утвердить? Узнаем прямо сейчас. С нами на связи Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока. Юрий Анатольевич, вечер добрый. Добрый вечер. Скажите, ну вы же прекрасно знаете расклад в Раде, а вы действительно считаете, что это реально? Восстановить выплату пенсий на Донбассе и вообще снять блокаду Донбасса? Ну уже даже все, даже парламентская ассамблея Совета Европы, она включила один из пунктов, что необходимо восстановить выплату пенсий на территориях, которые не контролируются властью. Потому что это наши люди, это граждане Украины, и от того, как мы будем о них заботиться, будет зависеть отношение их к нашей стране. Поэтому это надо делать, это надо восстанавливать, это надо проводить переговоры, точно так же, как гуманитарные конвои, вот так же и доставлять денежные средства для выплаты пенсии. Мы об этом ставили вопрос сразу и обращались во все инстанции. И я считаю, что то, что сегодня уже это признано и парламентской ассамблеей Европы, это, безусловно, позитивный момент. Ну, если по поводу пенсии, по поводу восстановления транспортного сообщения с Донбассом вас многие поддержат, об этом много говорят, это больная тема, то вот пункт о прямых переговорах с Россией, ну, вы же знаете, что будет достаточно болезненная реакция на это. Она вообще не обойтись без прямых переговоров с Российской Федерацией, кто бы как к этому не относился. И я считаю, что парламент здесь должен проявить инициативу и помочь президенту, который проводит переговоры по мирному урегулированию через своих уполномоченных лиц. Парламент должен в этом участвовать. Парламент должен проводить межпарламентские консультации с Госдумой России. И один из пунктов как раз вот введение миротворческого контингента, как гаранта безопасности произведения вооружений. К сожалению, сегодня парламент выполняет роль некого придатка или филиала Совета национальной безопасности или Министерства обороны. То есть он штампует те законы, которые вносятся Советом безопасности, а сам инициативы миротворческой и политической не проявляет. Это неправильно, мы об этом тоже будем ставить вопрос. Ну, если вы как раз будете создавать вот такую совместную группу из парламентариев Украины и России, то наверняка самый болезненный вопрос, вопрос судьбы Надежды Савченко, это как раз то, что вот на этой группе можно рассмотреть, правильно? Вот это, кстати, единственная, пожалуй, была инициатива парламента, которая направлена была на урегулирование политическим путем. Это обращение по освобождению летчицы Надежды Савченко, которая, кстати, поддержала и власть и оппозиция. Парламент здесь был един, полностью практически проголосовал за обращение к парламенту России. Давайте дальше о будущем поговорим. Ну вот, к примеру, установим мы боевые действия, на что многие рассчитывают, на что многие надеются. А дальше что? Я думаю, что следующим этапом после остановки воинского конфликта должно быть проведение выборов местных органов власти на территориях, которые сегодня не контролируются украинской властью, но по украинским законам. И в этом отношении тоже надо проводить переговоры со всеми сторонами для того, чтобы этот процесс пошел. Потому что пока не будет легитимная власть, признанная нашей стороной, стороной Украины на этих территориях, очень сложно будет восстанавливать экономику этих областей. На мой взгляд, это будет основным вопросом, который придется решать после остановки воинского конфликта. Ну, а как быть с теми, кто хочет продолжение войны, кто намерен бороться до конца? Многие люди, которые в нашу студию приходят, они тоже об этом говорят, что вот будем бороться до последней капли крови. Вот им-то вы что скажете? Ну вот, сегодня мы видим, к чему приводит военный путь, и видим, сколько жертв уже с нашей стороны мы получили в ходе этого воинского конфликта. Я не буду говорить о жертвах той стороны, наверняка тоже есть такая статистика, но даже официальная статистика с нашей стороны показывает, насколько масштабны человеческие жертвы. И, конечно, мы уже все признают, что воинского решения, военного решения этого конфликта уже не будет. Ну, вы знаете, далеко не все признают, ведь в нашей стране есть и те, кому война выгодна сама по себе, на нее списать все можно. Безусловно, у нас сейчас как раз такая тенденция, что все проблемы в экономике, отсутствие реформ и продолжающаяся коррупция, ее списывают на войну, все проблемы списываются на войну. А на самом деле очень много зависит уже от, собственно говоря, правительства, от власти. Девять месяцев, которая, больше, десять месяцев, которая проработала предыдущее правительство, никаких реформ ведь не было. Кстати, мы занимали тоже принципиальную позицию, когда принимался бюджет. Мы голосовали против него, и сейчас я вижу уже, что и члены правящей коалиции выступают против этого бюджета, поскольку понятно, что это бюджет просто разорение и обнищание людей. Вот один из примеров – это отсутствие индексации пенсии, которая в условиях роста цены и инфляции практически лишает возможности 10 миллионов пенсионеров существования. И таких примеров множество. Социальные выплаты и так называемая децентрализация, которая на самом деле превратила местные бюджеты в нищих. Юрий Анатольевич, Юрий Анатольевич, я правильно вас услышал? Вы к тому, что этот бюджет придется переписывать в ближайшее время? Безусловно, корректировать бюджет. Мы знаем, что придется его корректировать, придется исправлять бюджет, потому что в таком виде страна не может жить, и люди не смогут прожить при таком бюджете. – Хорошо, но вот вы и мобилизацию критикуете. С мобилизацией что не так? – Вы сказали четко, что надо мобилизацию начинать с администрации президента, кабинета министров, Совета безопасности и Верховной Рады. А потом уже призвать сначала их, а потом уже призывать простых людей. Поскольку пока не будет личного примера руководства, желательно со всей роднёй пойти на фронт, заставлять простых людей идти воевать, это неправильно и антиморально. – Юрий Анатольевич, хорошо, но и возвращаясь к началу разговора, вот к тому постановлению, которое вы, ваши коллеги, предложили. А вы уверены, что хватит голосов, что вас поддержат и коллеги из других фракций? – На самом деле, понимание о том, что возможность решить этот конфликт военным путём нереально приходит уже к большему количеству политиков. У нас в стране осталась ещё партия войны, которая настаивает на воинском разрешении конфликта и которая, в общем-то, и проталкивает все эти законы. Вот если она будет терять своих союзников, а вот к этому всё идёт, то мы считаем, что наше постановление будет проголосовано, поскольку это абсолютно чёткий, понятный план, как урегулировать ситуацию без людских жертв, и достичь мира, и скорее остановить войну. – Понятно, спасибо за разговор. Юрий Бойко, лидер оппозиционного блока, был с нами на связи. – Ну и на уходящей неделе Украина признала Россию страной-агрессором. На востоке идёт сильнейшая эскалация военного конфликта, там каждый день гибнут и силовики, и мирные жители. Ну вот стоит удалиться от зоны АТО, ну, к примеру, в соседнюю Харьковскую область. И там, на границе с Россией, ну, не поверите, совсем другая картина. – Пограничные территории, они живут почти без изменений. Трудовые мигранты, торговцы, контрабандисты. О войне здесь практически ничего не напоминает. И вот наш корреспондент Руслан Смещук, он лично в этом убедился, он несколько раз пересёк государственную границу. Он общался с гражданами обеих стран и даже челноком поработал, полулегальным торговцем. Снимал всё на мобильный телефон, чтобы не вызвать подозрений. И вот смотрите, что из этого получилось. Несколько бутылок украинской водки, бутылка оливкового масла. Мой арсенал мини-челнока. Границу я решил пересекать на собаке, так называют электрички. Это дёшево, и так я сливаюсь с толпой. Собака забита украинскими товарами. В вагонах практически одни челноки. Две бутылки перцовки и бутылка оливкового масла – это просто ничтожные кроки по сравнению с ними объёмными товарами, которые каждый день прогоняют на электричках через границу. Алкоголь возят просто ящиками. Также активно везут бытовую электронику и даже велосипеды. Меньше часа езды и остановка. Челноки выгружают свой товар на перрон. Сейчас я нахожусь на станции Казачья Лопань. Здесь пассажиры пересаживаются из украинских электричек в электрички российские. Каждый, практически каждый везёт по сумке товара из Украины в Россию. Сердобольные бабули-челночницы обучают меня тонкостям ремесла. Например, как обмануть РЖД. До 50 рублей русскими и доедешь до Белару. Только не спрашивай, сколько вам дать, что вам дать. Понимаешь, это... А украинские деньги, где их можно дать? Нигде, наверное, не поменяешь. 15 гривен и скажешь до салюта. Они там немножко скашивают. И всё, не спрашивай, ничего. Понимаешь, ничего не спрашивай. Даёшь 15 рублей и до салюта. А если будешь начинать спрашивать, сколько мне заплатить? И туда-то надо заплатить. Они тогда по полной программе. Вскоре меня вычисляют свой хлеб. Пограничники едят не зря. Произошло неожиданное. Вот как я не маскировался, меня задержали украинские пограничники. Три часа продержали. Заставили удалить все кадры с сотрудниками госпогранслужбы. Из-за этого пропустил электричку в Белгород. Ну, а напоследок рассказали мне, что вот через эту станцию, через этот пункт пропуска ездят только одни и те же люди. И новые лица привлекают внимание. В особенности, если человек, как я, ходит везде с мобильным телефоном. Поэтому сейчас я возвращаюсь в Харьков и уже маршруткой буду добираться до Белгорода. Маршрутки ходят каждый час. 100 гривен и ты на границе. Украинская таможня проходится за 40 минут. На российской все сложнее. Ежедневно границу пересекают десятки тысяч людей в обе стороны. Как будто бы и нет войны. С Ростова. Получается нагрузка в разы увеличилась. Да, вниз. Белгород, конечно. А человек, как один сидел, так и сидел. И для этого ничего не сделал. Я не знал, о какой культуре, о каком интернете. Я вот сейчас постоял, я на работу не попал. Меня могут вынимать. На прохождение границы 4 часа ушло. И люди, которые постановились, говорят, что раньше уходило полтора часа всего времени. Белгород уже близко. За окном темнота. 80 километров за 5 часов. Отличный, по-моему, результат. Но вот я уже в Белгороде. Нужно поменять деньги. По закону это делают только банки. В такое время они закрыты. По факту с обменом валюты проблем нет. Что часто бывает? Левое? Да, да, да. Что у нас не рассматривающие пяти. А по чему вы применяете на время? 28. Теперь проверить, удастся ли продать украинскую водку. Тут она стоит в районе 400 рублей. Больше сотни гривен за бутылку. Иду в ближайшую шашлычную. Продаю по 250. Добрый день. Вам уже не сделала камешанка и масло лифтовое. Водку удалось продать достаточно легко. Хотя, как я понял, тут не очень любят такие мизерные партии. И в шашлычной, где у меня купили украинский алкоголь, мне даже дали такую визиточку. Сказали, что если партия будет больше, обязательно обращаться. Они все это с удовольствием купят. Как в анекдоте. Стоил подшипник бутылку водки, так и будет всегда стоить. Так и здесь, в приграничных городках, всегда будет бизнес. Независимо от того, кто кому агрессорам приходится. Руслан Смещук. Подробности недели. Телеканал Интер. И еще одна информация. Информация последних минут. Петр Порошенко поговорил по телефону с Ангелой Меркель. Украинский президент сказал, что ждет реакции Москвы на ультиматумы боевиков в Минске. Меркель также разочарована срывом переговоров, ну, как и у нас здесь, в Киеве. Продолжим. Представлю гостя. Анастасия Приходько у нас в студии. Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли. Певица, человек, который выступал на Евровидении, но от России. И Настя абсолютно не пиарится. Мы абсолютно случайно в социальных сетях просто увидели отзывы о ваших выступлениях в зоне АТО перед ребятами, которые сейчас воюют. И я именно поэтому хотел с вами поговорить. А вот как произошла эта трансформация, что от человека, который выступал за Россию, многие считают. Вы знаете, как многие считают, что если вы выступали за Россию, ну, значит, и настроены пророссийские. Понимаете, это все зависит от души. Это зов сердца. И, понимаете, тогда это было абсолютно другое время. Тогда достижение артистов рассматривалось абсолютно по-другому. Ты достиг чего-то в России, в Америке, в Канаде, в Испании. И тогда об этом не задумывались. Это были какие-то шаги, которые... Карьерная лестница. Но сейчас, как я могу, будучи гражданкой Украины, думать о карьере в России? Ну, мне кажется, что, по меньшей мере, это очень глупо. Потому что, понимаете, я с первых дней была на Майдане и не задумывалась никогда о том, что будет со мной, как с певицей. Потому что, когда... Останется ли тот рынок, останутся ли корпоративы, как бы... Конечно, это что главное. Выйдя на сцену, когда я поддерживала Майдан, тогда еще при власти был Виктор Федорович Янукович. Вот. Ну и в России, соответственно, знали уже, что у нас здесь происходит. Собственно говоря, когда я вышла на сцену, не было непонятно ничего. Я поставила на кон все, что у меня было. Все, что я добивалась сама, кропотливо, все эти семь лет. И тогда я думала только об одном. Чтобы одержать победу. И я считаю, что сцена и российский рынок, это абсолютно не важно. Ну, по крайней мере, для меня. Поэтому, когда я прошла Майдан, когда я сейчас езжу в зону АТО, понимаете, самое страшное, что гибнут люди. Вот это самое страшное. И ни о какой сцене в России я не могу думать. А где вы были с концертами? Северодонецк, Славянск, Подлисичанском, Краматорск, Сватово, Крыминно. Очень много всех не перечислю. Да просто вот города, которые наши военные корреспонденты здесь перечисляют, когда включаются. Скажите мне, а вот в России наверняка же там у вас остались друзья, там, Facebook friends, то, что называется. Как они реагируют? Вы знаете, есть по-разному. Есть люди, которые вообще стараются даже со мной не беседовать на эту тему, а просто как-то аполитично. Вот. Есть люди, которые действительно дороги мне. И мне жаль, что произошло так, что наше общение прекратилось, потому что все-таки... Прекратили общаться? Да. Средством массовой информации в России работает хорошо. Вот. Поэтому пропаганда, которая была вбита им в голову, соответственно, повлияла на наше с ними общение. И, к сожалению, потеряла очень много коллег, друзей. И мне за это очень больно. Потому что все-таки эта дружба была не один год. Вот. Но я думаю, что все-таки прозрение придет, и рано или поздно эти люди извинятся за свое мнение, за свою точку зрения. По поводу вашей песни, песню, которую я попрошу вас петь в этой студии. Знаете, мы долго думали, стоит ли это делать. Все-таки новостейная программа, новостейная студия. Но очень уж созвучна песня тому, что у нас там в репортажах, в сюжетах, во включениях ребят. Как вам эта песня пришла? Руина в Мрайте. Эта песня, конечно... Я очень долго думала на эту тему, и мне бы никак не хотелось, чтобы злые языки говорили, что я на этом пиарюсь. Я артист, и я пытаюсь всячески быть полезной. И я стараюсь сейчас больше уклон делать на украинский репертуар, потому что, будучи там, в одном из военных госпиталей, я разговаривала с парнем, который попросил меня, Анастасия, а могли бы вы что-нибудь такое, задушевное нам написать, спеть, что вот в бой, в атаку. И когда до этого уже была эта песня в разработке, а потом, когда я уже с ними поговорила, я поняла, что мне нужно делать, чтобы писать песни. А герои на Мрайте, это как поддержка. Это часть моей души. Я вложила туда столько своих переживаний, столько нервов, столько боли, и так хочется, чтобы эта песня действительно помогала. И очень хочется, чтобы перестали люди сеять панику, перестали говорить, и только вот верили, действительно верили в наших солдат. Это самое главное. Сейчас это вера, чтобы они знали, что в них верят, и победа будет по-любому за нами. Спасибо большое. И вот действительно, как знак поддержки, всем, кто нас смотрит, и тем ребятам, которые нас смотрят на передовой, ваша песня. Такими были подробности недели, сегодня, в это воскресенье, и дальше. Я ухожу дальше, Настя Приходько. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok